Доброе утро! На Первом канале продолжаются дебаты кандидатов в Государственную Думу Российской Федерации. Напомню, что с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму. Представители политических партий, которые баллотируются в Российский парламент, представляют вам в нашей студии свое видение развития и будущего нашей страны. Вы слушаете и делаете свой выбор. Рад представить сегодняшних участников наших дебатов. У нас в студии кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Сардана Афксентьева. Сардана Владимировна, доброе утро! Здравствуйте! И член ЦК, секретарь Московского городского комитета КПРФ Денис Парфенов. Денис Андреевич, доброе утро! Доброе утро! Тема сегодняшней нашей дискуссии – здравоохранение и демография. Это самые важнейшие и больнейшие для страны темы. В начале программы у меня будет, да, я расскажу вам наш регламент, у меня будет пять вопросов каждому из вас, на четыре из них по полторы минуты на ответ, на пятые минуты и в конце программы по 30 секунд каждому из представителей партии для прямого непосредственного обращения к своим избирателям. Вот такой регламент. Порядок выступлений и ответственных вопросов решается в результате жеребьевки. И первым конверт тянет представитель той партии, которая зарегистрировалась в ЦИК первой. Это партия КПРФ. Регистрация прошла 24 июля, 10 августа, Новые люди были зарегистрированы. Пожалуйста, Денис Андреевич. По этикету мне следовало бы просто уступить. Ваше право, но вы выбрали тянуть первым. И получаете, покажите нам его, номер второй. Пожалуйста. Так что все по этикету. Асада Владимировна, да? Все как положено. Так. Ну что ж, тогда давайте приступим. Первый вопрос у нас, правда, довольно общего характера. Он универсальный. И нам представляется важным. Мы его всем задаем участникам наших дебатов. Он уже стал традиционным. Итак. Что вы считаете наиболее слабым в программе вашего оппонента? С чем вы категорически не согласны? Почему, ну как минимум из этих двух партий должны выбрать именно вас? А если шире, почему вообще из всех партий должны выбрать именно вас? Пожалуйста, ваши полтора минуты. Спасибо. Каждый, кто изучил программу КПРФ, я думаю, что столкнулся с тем, что КПРФ открыто заявляет о том, что в России нужна революция и новый передел собственности. И это то, с чем и я, и наша партия, мы категорически не согласны, поскольку Россия – это не поле для новых коммунистических экспериментов. Мы это уже все проходили. И мы говорим о том, что Россия должна развиваться эволюционным путем. Те, кто постарше, конечно же, мы все помним о том, какие были времена. И то, что происходит в стране сейчас, напоминает поздний КПСС. Не хотелось бы мне, как и историку, и как матери, того, чтобы в стране опять происходило то, что мы пережили. Ну, Денис Андреевич – молодой человек, молодой депутат, поэтому, конечно, у него, вероятно, свое отношение ко всему этому. Но мы эти времена проходили. И более того, почему не КПРФ, а новые люди, поскольку КПРФ очень-очень-очень давно в Государственной Думе, оно удивительно дружно голосует вместе с «Единой Россией» за те репрессивные законы, которые в последнее время приняты. Будь то законы об иностранных агентах, как физических лицах, так и остальных. Поэтому здесь надо смотреть, кто как голосует и судить по делам. Что бы ни говорили партии, какой бы ни была обертка. Спасибо. А вот теперь, Денис Андреевич, я обращаю Ваше внимание, да, к сожалению, регламент не предполагает... Жаль. Да, мне-то как жаль, представьте себе, да, но вот, к сожалению, так, это регламент. Вы можете ответить, что тем более у Вас второй номер, это чуть более выгодная позиция, хоть Вы и ссылались на этикет, у Вас возможно всегда ответить. Поэтому, давайте, я еще раз задам вопрос, абсолютно, я задам еще раз вопрос, а Вы уже ответите то, что посчитаете нужным. Итак, что Вы считаете наиболее слабым в программе Вашего оппонента, с чем категорически не согласны, и почему из всех партий, ну или в нашем случае из этих двух, должны выбрать именно Вас. Полтора минуты, прошу. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что лично Вы мне, уважаемый Сардану Владимировну, весьма симпатичны, как политик, я считаю Вас интересным человеком, но боюсь, что кроме Вас ничего хорошего в партии «Новые люди» нету вообще. Просто потому что, ну, знаете, как одно название, а не партия. Ничего людского в ней нет, потому что программа не отвечает интересам большинства. Ну, а из нового только название, потому что, по большому счету, ну, если посмотреть на тех кандидатов, которые от Вас выдвигаются, это либо неудавшиеся, скажем так, бизнесмены, какие-то бывшие чиновники, которые просто не смогли найти себе применение в партии власти, и поэтому они заручились благословением кремлевской администрации и пошли в политику, и надеются попасть в Государственную Думу, ну, в виде такого, знаете, пятого колеса от телеги. На самом деле, кому это нужно, я не очень представляю. Вот, самая главная проблема в том, что Вы не предлагаете ничего принципиально нового, что предлагала бы та же самая «Единая Россия». То есть, Ваши программы, они практически идентичны, и в этом смысле, кто, ну, желает, чтобы все осталось как есть, он вполне может голосовать за любую партию, и за «Единую Россию», и за Вас, потому что ничего принципиально нового в стране уже не произойдет. А вот если кто-то действительно хочет перемен, причем не абы каких, а социально ориентированных, чтобы страна стала более справедливой, чтобы в ней стало больше реального народовластия, то, конечно, может быть только единственный вариант – это поддержать номер один в избирательном бюллетене, Коммунистическая партия Российской Федерации. Это единственный выбор. Спасибо Вам большое. Так, ну, как сказала бы молодежь, пошла жара, и то ли еще будет. Продолжаем дискуссию на тему здравоохранения и демографии. И вот жаркая действительно тема – полис обязательного медицинского страхования. Он дает людям возможность бесплатно получать большое количество услуг, исследований, МРТ, КТ и т.д. Это правда, но ждать порой приходится этих услуг, этих обследований месяцами. Для многих, это как бы не открытие мое, для многих заболеваний время это критично. Но, это вот главный парадокс, и вам сейчас предстоит его, так сказать, разрешить. В тех же кабинетах, на тех же аппаратах получаешь ту же услугу, ту же помощь, только без очереди, мгновенно, потому что платно. Люди это делают и вынуждены делать, потому что бюджетное медицинское учреждение имеет возможность, имеет право, и я не знаю, каким образом его этого права лишить, зарабатывать деньги. Итак, видите ли вы в этом противоречие? Как разрешить противоречие, чтобы и для людей медицина оставалась бесплатной, и больницы не лишались источника дополнительного дохода? Прошу, Сардан Владимирович, ваши полтора минуты. Такая проблема действительно есть, и каждый, кто обращается в муниципальные государственные поликлиники, понимает, что так оно и происходит на самом деле. Причина всего кроется в том, и мы об этом уже говорили на предыдущих дебатах, и я на это указывала представителю Единой России, председателю Думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову, что у нас здравоохранение не дофинансируется. И когда они в своих парадных реляциях говорят о том, что расходы консолидированного бюджета на здравоохранение растут, это от Лукао, поскольку растет это за счет того же фонда обязательного медицинского страхования, куда более 80% дохода вносим мы и своей заработной платы. Но здесь нужно отметить и следующее, поскольку дебаты у нас происходят с КПРФ, не сколько лично с Денисом Андреевичем, сколько как с партией, как основным нашим оппонентом. Нужно отметить, что, например, я специально знала, что об этом речь зайдет, подготовила себе цитату лидера партии Тюганова. Этот бюджет для решения проблем абсолютно непригоден. И вообще это карточка красная экономическую финансовую блоку нынешнего правительства. Но что после этого происходит? Геннадий Тюганов проголосовал за федеральный бюджет, в котором предусмотрены сокращение расходов на здравоохранение, образование и прочие статьи. Говорим одно, делаем совершенно другое. И вместе с тем за принятие вот этого антинародного бюджета проголосовали председатели думских комитетов, депутаты коммунистов, а также первые заместители Государственной Думы, которые представляют партию КПРФ. Все время. Но слово недофинансировано, а также, так сказать, вот эти результаты голосования мы успели услышать и уловить. Надеюсь, Денис Андреевич тоже. И не знаю, есть ли смысл задавать вам еще раз тот же вопрос. Я думаю, что нет. Сразу отвечаете. Полтора минуты, прошу. Ну, мне, конечно, очень жаль, уважаемая Сарданна Владимировна, что вы позволяете себе лгать нашим зрителям на федеральном телевидении, потому что это просто неправда, то, что вы сказали. Мы всегда голосуем против федерального бюджета, который предлагает власть. Именно по тем самым основаниям, которые указаны, мы считаем, что эти бюджеты абсолютно носят антисоциальный характер. И более того, они не отражают ненормального наполнения бюджета, потому что не предлагают тех мер, которые бы реально позволили наполнить казну. В первую очередь, конечно, прогрессивный налог на доходы богатых, национализация части отраслей, по крайней мере, крупнейших предприятий и использование доходов с них на общенародное дело. Опять же, доход от той же самой табачной, спиртоводочной промышленности мог бы очень серьезно пополнить казну государства. Возвращение нефтехимии в распоряжение народа тоже существенно бы пополнило бюджет. Но партия власти, Единая Россия от всего этого отказывается. А тратить деньги предлагает на что угодно, кроме социалки. Социалка у нас действительно живет впроголодь, причем уже очень-очень долгие годы. Поэтому у нас как раз есть совершенно конкретный вариант, как можно решить все эти проблемы. В комитетах есть соответствующие предложения, есть соответствующие законодательные инициативы, но они не находят поддержки партии власти. И мне очень жаль, что вы сейчас, уж не знаю, вольно или невольно, получили вы такое задание от своего руководства или нет, но вы солидаризовались с партией власти, которая приводит абсолютно преступную, я специально делал на этом акцент, антинародную политику, которая приводит к умерщвлению нашего населения. У нас за прошлый год минус 700 тысяч человек численности. Выйти из этого тупика можно только социализацией жизни, другого пути нет. Спасибо вам большое. Только я хотел обрадоваться, вы такие реверансы друг другу сделали, что, так сказать, это не личные, так сказать, а партийные дебаты, никаких проблем. И тут вы употребляете слово лгать. Я вынужден пока не объявлять наши дебаты дебатами образцового содержания, как тут дом в известной комедии. Ладно, мы продолжим. Здравоохранение и демография, на самом деле, в центре нашего внимания. Повторюсь, может быть, действительно, шутки здесь не всегда уместны, потому что темы для страны очень серьезные и очень, извините за каламбур, больные и болезненные. Разница в заработной плате. Это уже третий вопрос, тоже полтора минуты вам будет дано на ответ. Разница в заработной плате учителей и врачей в разных регионах отличается на 40-50%. Иногда, в некоторых случаях, даже чуть больше. Не будем приводить, например, Москву. Это совершенно отдельная история. Тоже, кстати, достойная, на самом деле, отдельных дебатов, но в другой раз. Так вот, должны ли врачи и учителя в разных регионах получать все-таки одинаковую заработную плату по всей стране? Страна-то одна. Или такая региональная разница справедлива или, по крайней мере, оправданна? Полтора минуты. Вы практически сами ответили на свой вопрос, что это действительно несправедливо. И в программе нашей партии мы говорим о том, что необходимо установить федеральную ставку, единую по всей Российской Федерации для самых важных в нашей жизни профессий, такие как учителя здравоохранения и так далее. Что касается того обвинения, что я привожу, значит, недостоверные факты, я уж не буду ваши слова проверять, но, кажется, заключается в том, что вот как раз ваша верхушка проголосовала за принятие этого бюджета. И любой, кому доступно войти в интернет и проверить результаты голосования, могут это увидеть. Да, остальные коммунисты голосовали против бюджета, но обратите внимание, как ведет себя ваша верхушка. Более того, вы сейчас сказали про табачное лобби, вы сказали еще про олигархов и так далее. И я бы хотела обратить внимание на то, что у вас есть такой депутат Штогрин, вот я специально выписала себе, который лоббирует периодически интересы табачных компаний. У вас есть депутат-коммунист Некрасов, который, не перебивайте меня, который, значит, вносил предложение об уведомительном характере строительства, то есть без ведома властей просто уведомлять, что вы начали стройку. Есть такой депутат-коммунист Михаил Щапов, который предложил сократить список объектов, которые, значит, можно строить без экологической экспертизы, да, то есть для лоббирования своего бизнеса Агробайкал и строительства объектов на Байкале. Это еще раз доказывает, что вы такие же, как Единая Россия. У вас слова расходятся с делами. Все, время, время. Вот сейчас, Денис Андреевич, пожалуйста, я еще раз попрошу вас убедительно не перебивать оппонента, потому что это нарушает подсчет времени, и потом мне будет полторы секунды вам давать довольно сложно, что вы будете эти полторы секунды делать, понимаете? Поэтому давайте дожидаться, терпеть, а потом отвечать. Готовы? Ну, приходится. Полторы минуты. Спасибо. Ну, собственно, я ожидал на самом деле, что представители партии, в программе которых стоит попытка спасти российский капитализм от его неминуемой гибели, будут атаковать коммунистов и пытаться выставить нас, ну, извините, как черта с рогами, да, и как пугало, которое должно, безусловно, ввести в ужас, ну, обычного человека и убедить в том, что голосовать за коммунистов ни в коем случае нельзя. Это нормально для представителей, ну, тех идей, идеологий, которые выступают в защиту капитала, в защиту бизнеса, в защиту, собственно, частного предпринимательства и в защиту системы социального паразитизма, который, собственно, капитализм и является. Мне очень жаль, опять же, что вот лично вы, Сардана, как бы встали на эту позицию, потому что я считаю, что у вас был хороший политический капитал, наработан за время вашей работы в качестве мэра Якутска, но, увы, вы его сейчас довольно бездарно растрачиваете. Я убежден, что с трудом заработанная репутация не должна уходить впустую. Но сейчас это именно так происходит, потому что, увы, пойдя вместе с партией, которая не предлагает ничего нового, которая предлагает точно так же сохранять криминально-олигархический режим, просто чуть-чуть припудрить его уродливую физиономию какими-то отдельными точечными изменениями, вы тем самым, ну, дискредитируете себя и лишний раз показываете, что, к сожалению, малые вот эти новые партии ничего из себя не представляют. И на самом деле они нужны лишь, чтобы помочь Единой России сохранить ее политическое господство. Спасибо, 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 спасибо. Придем к этому. Да, я, кстати, обращаю внимание наших уважаемых зрителей, что тут как раз, видите, у нас консенсус был. Сардан Владимирович сказал, вы можете это проявить в интернете. Денис Андреевич согласно кивнул главой и даже произнес, да? Поверьте. Проверьте в интернете все сказанное. Более того, продолжу я эту мысль. Выборы — это не просто посмотреть наши дебаты и выбрать наиболее симпатичного кандидата. Выборы в каком-то смысле для нас, для всех это работа. Надо посмотреть, надо изучить, надо понять, каким вы, собственно, видите будущее нашей страны. Поэтому это серьезное дело. Отнеситесь к этому, пожалуйста, серьезно. Так, вопрос номер четыре у нас полтора минуты. Тема все та же. И вот с какого ракурса мы сейчас ее обсудим. Государство оказывает существенную помощь семьям с детьми. Материальная поддержка начинается сразу же, как только женщина встает на учет на ранних сроках беременности. И слава богу, что это так. И очень хорошо, что это так. Но вот давайте, если внимательно посмотреть на эту поддержку с калькулятором в руках, то там, конечно, удивительные парадоксы вскрываются. Например, значит, единовременная выплата женщин, вставшим на учет на ранних сроках беременности, она обеспечивалась всем, всем без исключения, и составляла 708 рублей. Значит, с июля 2021 года она заменена на ежемесячные пособия для нуждающихся в размере до 50% регионального прожиточного минимума. Но теперь их не получает не каждая женщина, а только те, кто соответствует определенным критериям. Вы понимаете, кто, собственно, нуждается в этих деньгах. И право на такую поддержку необходимо не просто декларировать, а доказывать. Но почему я вспомнил про эти 708 рублей? С точки зрения бюджета, как это выглядит, так сказать, в целом, это очень солидная, большая, страшная сумма. С точки зрения женщины, это 708 рублей. Какие меры более эффективны? Как к этому подходить? Все-таки адресная поддержка с необходимостью доказывать нужду в этих деньгах, или поддержка всем гражданам страны без исключения? Прошу. Учитывая, что у нас 19, больше 19 миллионов людей находятся за чертой бедности, то когда мы говорим адресная поддержка, то, по сути, это является поддержкой всем нуждающимся. Поэтому на данном этапе, когда у нас 70% россиян вынуждены себе в чем-то обязательно каждый день отказывать, то, конечно, речь идет о масштабной поддержке очень большому количеству людей. Но вместе с тем, по раздаче последних денег, мы обращаем внимание на то, что получают их все независимо от нуждающихся. И действительно, для одной женщины 708 рублей это много, для другой это очень мизерная сумма. Но я полагаю, что ни для кого не много. Я тут, на самом деле, это, наверное, грустная ирония. Но смотрите, опять же, моему оппоненту. Вы говорите, что вы единственная оппозиционная партия, которая против власти выступает и так далее. Но на самом деле это не так. Вы спорите вечно с Единой Россией. Кто из вас больше любит Сталина? Вы, значит, за Дзержинского опять устанавливаете памятники. Вот недавно я с удивлением, как историк, обнаружила то, что вы начинаете каким-то образом говорить о том, что вы всегда были близки и поддерживали церковь. Но вы уже должны каким-то образом разобраться, вы за что вообще на самом деле. И потом я говорю, всегда говорю о том, что вот эти законы репрессивные, которые часть коммунистов дружно за них голосует, это ведет к одному и тому же. Вы из Единой России, по сути, две стороны одной медали тоталитарного строя, через которую мы прошли. Вы об одном и том же. Вы одна партия власти. И я очень сожалею, что такой перспективный молодой политик, как вы, попали в плохую кампанию. Все время, время. Так, ответный укол будет, интересно. Мы вам не оставляем шансы, Денис Андреевич, ответить на вопрос. Да, вот, к сожалению, жаль. Ну, можете попробовать, все-таки полторы минуты, это немалое время. Мой вопрос помните? Да. И укол с Ирданом Владимировым тоже ощутили. Ну, отвечайте. На самом деле, да, сначала, наверное, по вопросу. Как это ни странно, введение критериев нуждаемости, да, для организации адресной помощи, это, к сожалению, очень лукавая вещь, потому что вводятся зачастую такие ограничения, которые не позволяют нормально эту помощь получать. Ну, условно говоря, немного утрируя, это выглядит так, что вот ты должен быть одноногим, одноруким, там, без пяти зубов, одноглазый, да, и плохо слышать на правое ухо, вот тогда тебе помощь положена. А если ты хотя бы одному из критериев не соответствуешь, то, ну, извини меня, значит, помощь не положена, не так уж сильно ты и нуждаешься. Вот в этом лукавство такой системы, поэтому я сторонник того, чтобы помогать все-таки широким слоям и не вводить вот эти чрезмерные ограничения и критерии. Ну, что касается атаки, опять же, я другого, собственно, не ожидал, да, у малых партий, у них нет другого варианта, кроме как пытаться склеивать парламентские партии друг с другом, как бы смешать их в одну грязную кучу для того, чтобы не было разницы между, например, Единой Россией, которые принимают преступную антинародную пенсионную реформу, например, да, в интересах крупного капитала и тем самым лишают огромную часть нашего населения просто элементарного доступа к пенсии. У нас сейчас многие мужики просто там не доживают до пенсионного возраста, как раз благодаря повышению пенсионного возраста. И этой же грязью мазнуть и коммунистов, которые были категорически против этой реформы, организовывали митинги, между прочим, стотысячный митинг был на площади Сахару, который позволил хоть немного, но все-таки смягчить эту реформу. Это задача вот мазнуть всех одной грязью. Мы на это не поддаемся. КПРФ это единственный выбор, номер один в избирательном бюллетене. Вместе будем побеждать. Спасибо. Но справедливости ради хочу заметить, что атаку не только Сардан Владимировна вас проявила, но и вы ей немало всего сказали. И наши уважаемые зрители в эфире Первого канала все это, конечно, прекрасно слышали. И продолжают слушать. У нас на очереди вопрос номер пять. На ответ на него дается минута, хотя вопрос такой очень и очень острый или, по крайней мере, яркий. По данным ВЦИОМ, внимание, к однополым бракам отрицательно относятся 75% россиян. Это, в общем, цифры, которые не очень-то и удивляют. Однако, среди тех, кто одобряет полностью или частично этот новый, так сказать, тренд европейский, 39% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. То есть, ну, грубо говоря, молодежь. Причем такая... Те, кто только встает на жизненный путь, и скоро будет руля. Видите ли вы в этом тревожную тенденцию? Нужно ли, по-вашему, защищать традиционные семейные ценности? Нужна ли активная пропаганда, или, ну, вот в данном случае, контрпропаганда в молодежной среде? Какой она должна быть? И каким в итоге нам быть? Пожалуйста, Ардам Владимировна. Мы все-таки говорим о том, что каждый человек вольен сам выбирать, как ему жить, свои предпочтения. И на этом мы стоим. И я думаю, что это основа демократии. Каждый должен выбирать сам для себя. Что касается, вот вообще, малых партий, я бы хотела ответить, да, что когда мы полемизируем, в частности, с КПРФ, с Единой Россией, с Праведливой Россией и прочими там большими партиями, они говорят о том, что у маленьких нет никаких шансов, они отбирают голоса молодые партии и отдадут их все там Единой России или кому-то. Но при этом другие парламентские партии почему-то стыдливо умалчивают о том, что они все тоже каннибалы и питаются кровью молодых партий. В частности, по моим подсчетам, поправьте меня, если я не права, около четырех мандатов, значит, дополнительно за счет того, что не прошли малые партии, получили коммунисты. Это 10% ваших мандатов в существующей Государственной Думе. И почему об этом умалчивают КПРФ и остальные партии, я не знаю. Все как бы не дают шанса молодым партиям войти в Государственную Думу и доказать на деле свое состояние. Мысль и сна. Господи, мысль. Денис Андреевич, пожалуйста, только минуту вашей. Да, ну, честно говоря, я ни разу не специалист по каким-то однополным отношениям. Лучше вы задать этот вопрос тем, кто хорошо в этом разбирается, Жириновскому или Сурайкину. Вот я считаю, что мы должны все-таки сосредоточить свое внимание на другом. Вот у нас вопрос действительно здравоохранения и демографии. Понимаете, и здесь наша страна находится на самом деле у трагической черты. У нас было почти 11 тысяч больниц и поликлиник в стране. Осталось порядка пяти. Если такими темпами будет и дальше идти их сокращение, мы очень скоро выйдем на уровень Российской империи образца 1913 года. Это колоссальный социальный регресс. Понимаете? И это следствие именно капиталистического строя, а ничего бы то либо другое. И колоссальная коммерциализация всей социальной сферы, того же самого здравоохранения, образования, культурной сферы, это все, опять же, следствие погони капитала за максимизацией прибыли. Я считаю, что без смены социально-экономического строя, без перехода к социализму, никакой нормальной социальной сферы создать невозможно. Поэтому, опять же, единственный выбор – это КПРФ номер один в избирательном бюджете. Азиба, и сейчас, уважаемые представители партии, у вас есть по 30 секунд, чтобы обратиться к своим избирателям. Сардана Владимировна, если готовы, мы запускаем счетчик. Пожалуйста. Я в какое-то время тоже была избирателем КПРФ, и заголосовала за них от безысходности, потому что не видела перспектив и не знала, кого поддерживать. Но все-таки я должна сказать, что среди коммунистической партии есть очень много достойных рядовых членов, я с ними знакома, это достойнейшие люди. Но я избираюсь, я обращаюсь к тем избирателям, которые такой же находятся в ситуации и не знают, за кого голосовать. Номер четыре в избирательном списке партия «Новые люди». Мы за разумные решения, за новые идеи, мы за эволюционное развитие России. Денис, пожалуйста, ваши 30 секунд. Дорогие товарищи, наша страна на крутом изломе своей истории. Сейчас борются за лучшее будущее буквально единицы, протестуют в лучшем случае сотни или тысячи, а миллионы, к сожалению, умирают молча. Вот эту страшную статистику пора остановить. Сделать это можно только если перейти к более социально ориентированному развитию, которое возможно, в свою очередь, только при социалистическом строе. Мы готовы обеспечить это, наша программа и политическая воля позволяют. Поэтому КПРФ номер один в избирательном бюллетене, единственный выбор. Спасибо. Осталось напомнить, что выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября этого года, и выбор, конечно, за вами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.